Работу Государственной Думы отныне будут оценивать по комментариям в социальных сетях, при этом ежемесячно. С такой необычной инициативой выступило Думское управление по связям с общественностью. По мнению экспертов, обратная связь поможет комитетам точнее выстраивать законотворческую деятельность, а самим депутатам делать более актуальные публичные заявления. Например, в сентябре-октябре по итогам пилотного мониторинга самым активным в интернете оказался Комитет по международным делам. Это связано с терактом на борту российского самолета в небе над Египтом. А вот наш регион в связи с трагедией, по мнению аналитиков, в соцсетях вообще себя никак не проявил. О виртуальных мыслях законодателей расскажет Олег Катанзейский. Ненецкий округ скорбит вместе с родственниками погибших в авиакатастрофе. Эти слова сочувствия глава региона на своей страничке опубликовал буквально через несколько часов после трагедии. Почти 20 репостов. Игорь Кошин среди политиков, пожалуй, один из самых активных пользователей социальных сетей. Вот, находясь в Москве, на форуме губернатор пишет, что рассказал участникам про идею глубоководного незамерзающего порта Индига. Под записью десятки лайков. Естественно, я социальными сетями пользуюсь, без них никуда. Депутат регионального парламента Сергей Коткин в социальные сети заходит для того, чтобы просмотреть там свежие новости. Как российские, так и международные. Сам ничего не пишет. Во всемирную паутину заходит исключительно с компьютера. Говорит, телефон приложения не поддерживает. Но я, как депутат окружного собрания, в соцсетях бываю крайне редко. Я повторюсь, что только в основном получаю информацию, которая мне необходима для работы. Считаю, что в работе и депутатской деятельности вот эту виртуальную жизнь ничем не заменишь прямым общением с человеком. Когда ты смотришь в глаза, когда ты видишь его эмоции, когда ты видишь его настрой, вот это ничем не заменишь. Вот это жизнь. Его аккаунт есть везде. В ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке. Для Данилы Исполинова, это самый молодой депутат окружного собрания, социальные сети не просто развлечение или общение, а полезный инструмент в работе. Самое главное, нужно объединить людей под конкретные задачи. В диалогах по несколько человек, по 10, по 20, по 40 человек. Под конкретные направления деятельности. Там можно обмениваться сообщениями, там можно обмениваться любыми документами, видео, фото и так далее. Но самое главное, когда ты уходишь от ноутбука, у тебя весь этот функционал остается на телефоне. Что касается инициативы Думского управления по связам с общественностью, то Данил уверен, обратная связь действительно поможет депутатам четче выстраивать законотворческую деятельность. А главное, народные избранники еще до принятия закона смогут услышать мнение людей. Я считаю, почему бы и нет, мы в принципе этим и пользуемся, ну скажем так, не для, ну в том числе для обсуждения законопроектов. Но единственное, что это нельзя принимать за какой-то там юридический достоверный результат, но тем не менее, какой-то средство общественного мнения вот этот опрос может вполне представить. Главное, считают депутаты, это то, чтобы публичные заявления, которые выкладываются в социальные сети, реально влияли на ход политической дискуссии. Ведь большинство записей, оставленных чиновниками в интернете, это просто самореклама.